Добрый вечер всем, кто присоединился к нам в эти минуты в эфире телекомпании «Город» программа подробностей. Щитовидная железа оказывает на человека такое большое влияние, что от ее работы зависит не только здоровье, но и внешний вид и настроение. В 2009 году в календаре появилась даже специальная дата международного уровня. С тех пор 25 мая во всех странах отмечается Всемирный день щитовидной железы. В нашей студии член-корреспондент Евразиатской академии медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации, зав. кафедры хирургических болезней Рязанского медуниверситета Владимир Аристархов. Говорят, что буквально в каждой семье есть проблемы со щитовидной железой. Так лето. Да, практически так. Делается в том, что Рязанская область, ну вообще так, наш край, он неблагоприятен для щитовидной железы. Во-первых, у нас есть йод-дефицит, который дает целый ряд заболеваний, в частности диффузно-зловой, зловой колодный зуб. Ну а после Чернобыля, тем более. Все время напоминали мне, что нужна йодированная соль, что я помню, даже ноготки йодом мазали. Это действительно помогает? Помогает. Но, может быть, не надо всем подряд. После Чернобыля, через 6 лет, у нас рак увеличился в 3 раза щитовидной железы, доброкачественного похода в 9 раз. А вот иммуноэтирит, заболевание, которым чаще всего страдают женщины, в 14, в 10, а потом в 14 раз. Вот вы сказали, женщины, я слышал такой термин, дамская болезнь. То есть, когда мы слишком раздражительны, меняется настроение, мерзнут руки. Это все оттуда, все проблемы? Ну, во-первых, это не совсем дамская. В принципе, чаще всего болеют, конечно, действительно женщины. Но и у мужчин бывает. То есть, если у мужчин бывает, то у них еще сложнее. И сложнее оперировать их. И так далее. Вы в студию к нам приехали буквально с операцией. Много ли таких серьезных больных? Расскажите о ситуации сейчас в регионе. В первую очередь, нас всех озадачил еще академик строя Евгений Алексеевич. Это он сказал, что 9-й скоро будет очень плохо. А я тогда не знал об этом. Я только что приехал из Африки, 3 года отработали. Он меня останавливает. Я уже в новую командировку хотел ехать. Он говорит, ты что, надо срочно создавать центр. Создавать отделение эндокринной хирургии. Единомышленников. И надо думать не просто о том, что принять на себя это большое количество людей. А еще и думать о новых проблемах, которые у вас возникнут в плане диагностики, в плане лечения. И не обязательно только хирургического. 25 лет назад был создан эндокринологический центр на базе 11-й городской больницы. Было создано отделение эндокринной хирургии. Было создано отделение эндокринологии. В этот центр входила изотопная лаборатория, лаборатория биохимическая и в том числе радииммунная лаборатория. Вы-то понимаете, что проблема действительно серьезная. Но у большинства, наверное, моих знакомых, да, щитовидка увеличена, они с этим живут. Они об этом не думают. В какой момент наступает вот этот вот период Х, когда уже либо поздно, либо действительно уже серьезно запущено заболевание? Что делать? Как это все предотвратить? Нет, ну, во-первых, думать надо обязательно. Понимаете, вот у нас сейчас эндокринная хирургия практически каждый день оперируется 5-6 человек ежедневно с патологией щитовидной железы. Это о многом говорит. Это, во-первых. Во-вторых, надо обязательно задумываться о том, если увеличилась щитовидная железа, надо обязательно идти к эндокринологу и подумать, что там за проблема. Потому что если она увеличилась, значит, какая-то проблема есть. А какие симптомы мы должны почувствовать, чтобы все-таки заставить себя пойти к эндокринологу? Это большие 3-4 лекции надо читать. Ну, в первую очередь, это увеличение щитовидной железы, выраженная раздражительность, потливость, тремор рук. Ну, и похудание обязательно. А иногда, наоборот, повышение веса, выпадение волос. Это разные патологии. Но это причины, по поводу чего нужно обязательно обращаться к врачам. Есть какие-то категории людей, которые наиболее подвержены этому заболеванию? То есть, какой-то возраст. Вы сейчас наблюдаете за молодежью, когда у них образ жизни абсолютно изменился. Они больше времени проводят у компьютера, они едят больше вредной еды. Пугает вас эта ситуация как доктора? Вы правы. Компьютер ничего хорошего не дает. Это раз. Во-вторых, это не только молодежь, но и пожилой контингент. И даже дети тоже. И иногда просто действительно почитать литературу, послушать, что говорят. Кстати говоря, я считаю, что телевидение в этом отношении должно сыграть очень основную роль. Надо рассказывать о патологии щитовидной железы периодически. Представляете, мы опируем около тысячи больных. А еще помимо тысячи больных, мы проводим примерно 400-500 человек лазеротерапию по поводу патологии щитовидной железы. И это ежегодно. Есть такой миф. Я помню, бабушки еще говорили, что янтарные бусы помогают от таких болячек. Давайте развеем его, либо подтвердим эту информацию. Но хочется как-то проверить вот эту глупость или правильность народных методов. Нет, ну это глупость, в принципе. Нет. Миф такой нет. Он миф-то есть, существует, но помощи-то никакой. Чаще всего просто, знаете, это делается для того, чтобы прикрыть увеличенную щитовидную железу или рубец. Обычные янтарные, они же крупные бусы. Какой образ жизни может предотвратить неприятные болячки и все-таки как-то наладить нашу жизнь? Надо вести себя естественно. Не надо, конечно, чтобы было действительно вы правы. Много компьютера, каких-то... Но для кого-то, естественно, курить пачку сигарет он заполняет. Ни в коем случае. Я вам хочу сказать, никотин непосредственно влияет на щитовидную железу. Прямо непосредственно. Ведь дело все в том, что щитовидная железа играет большую роль у больных, у женщин беременных. И если вот у них, допустим, имеется аутоиммунный тиреидит, и это уже доказано, и у них большое количество антител к тиреопероксидазе, а это один из тестов аутоиммунного тиреидита, то у этих женщин часто возникают выкидыши. Хочется все-таки примеры, чтобы люди поняли, понимаете, чтобы они поняли, что надо вовремя заботиться о своем здоровье, что есть какие-то вещи, которые можно предотвратить. Вот они живут 10 лет с одной проблемой, вы правильно сказали, не получается завести детей. А проблема-то решается только тем, чтобы сходить к доктору. Правильно. Вы совершенно правы. Но проблема, конечно, вот самая сейчас большая, действительно, и самое частное заболевание – это действительно аутоиммунный тиреидит. Он вышел прямо на первое место среди всей патологии щитовидной железы. Ну, я хочу сказать о такой патологии, допустим, как опухолевая патология щитовидной железы. Существует доброкачественная опухоль. Не надо бояться рака щитовидной железы. Он совершенно спокойно лечит. Это вообще от рака щитовидной железы сейчас никто не умирает. Если вовремя проопиливать, и даже если не вовремя, даже бывают иногда метастазы в лёгкие, он прекрасно рассасывается радиоактивным йодом. И бояться не надо. Очень часто бывает, вот тут на неделе пришлось проопиливать буквально на той трёх человек с раком щитовидной железы. И часть из них молодая женщина была, средняя, и пожилого. И у них, конечно, такие глаза. Мы всегда говорим правду. Если есть рак, значит, он есть. Мы всегда говорим правду. И если истазы такие, ой, что вы, рак, сколько мне осталось жить? А я ему говорю, всю жизнь оставшуюся живите спокойно. Только ходите к врачу. Вы к нам приходите. В онкологический центр. Вовремя приходите. И мы, конечно, этих больных наблюдаем постоянно. Они берутся под диспансерное наблюдение, но они благодаря этому живут. И вот знаете, иногда больные говорят, вот, мы меня прооперировали там 20 лет назад, или там 15 лет назад по поводу ином. Чего вы мне всю щитовидную железу не удалили? Не надо удалять всю щитовидную железу. Она очень нужна организму. Очень нужна. Во-первых, гормоны все не заменишь. Или тироксином. Например, если существует такой гормон, как кальцистанин. Он ведет к кальциевым обменом. И если мы удаляем всю щитовидную железу, развивается очень быстро рост топороз, и кости становятся ломками. Очень важно оставить щитовидную железу у пожилого контингента. Потому что если ее удаляют, то человек должен пить большие дозы гормонов. А большие дозы гормонов щитовидной железы могут привести, провоцировать к ишемической болезни сердца, если у человека уже есть тем более гипертонии, нарушению ритма и так далее. Поэтому надо все делать под контролем. И самое главное, не бояться врачей идти к ним смело. Тем более, что у нас центр очень сильный. А вот мне, кстати, очень нравится снимать ваших коллег, врачей, потому что даже несмотря на то, что городок у нас небольшой, но у нас есть уникальное оборудование, есть уникальные люди, есть специалисты. Ну, у нас мы делаем ляпароскопические операции. Операции при опухолях надпочечника. Это серьезная очень патология. И когда открытым путем мы это делали в свое время, человек разрезается пополам. Потому что надпочечник, он же, опухоль находится около позвоночника. А сейчас ляпароскопический очень хорошо и свободно. И делается очень просто. Но самое главное, опять же, специалисты. Ведь оперируют люди, которые, во-первых, имеют кандидатскую по поводу опухоли надпочечника. Во-вторых, он каждый день почти или хотя бы через день постоянно делает ляпароскопическую операцию. Конечно, не при опухолях надпочечника. Их не так много. Ну, примерно человек 25-30 в году. Но он обязательно оперирует, допустим, в желчные пути и так далее. Ляпароскопит. Он постоянно тренируется. Это очень важно. Спасибо вам огромное за эту беседу. Я попрошу вас, как и любого доктора, который садится в это кресло, один короткий, ёмкий совет всем нашим телезрителям, особенно тем, у кого есть маленькие детки, и можно вот сейчас, очень важно, заняться их здоровьем. Берегите не только себя, но и своих близких. Это очень важно. Потому что любой нервный стресс приводит к заболеваниям. Или к онкологическому, или к патологии щитовидной железы. Спасибо. Это была программа подробностей. Будьте здоровы. И до новых встреч в эфире.